Книга открытым оком, тема старообрядцы, том 5, вопрос 1441. Мне много раз приходилось встречаться со старообрядцами, и они никогда не говорят о своих недостатках, а только о других. Вы же, напротив, всегда подчеркиваете, что важнее видеть все упущения именно у себя, там, где ты находишься, чтобы их можно было устранить. Не обращался ли кто из них к вам, чтобы им помочь увидеть свои упущения, чтобы они могли в свете Библии посмотреть на себя? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ни один ко мне с такой просьбой не обращался, и думаю, это невозможное дело с их стороны. У них главная проповедь и всегда одна, вовеки веком. Переходите к нам, только у нас спасение, нигде больше нет спасения, а только у нас, переходите к нам, переходите к нам. Если бы они обратились ко мне с такой просьбой, то я бы составил к ним несколько вопросов основанных. Не все, но чуточку хотя бы задеть светом особо темные закоулки их упования. Старообрядцы чрезвычайно любят нападать на православных, которых они называют не иначе, как Никонияни, доказывая им, что только у старообрядцев вся истина сохранилась неповрежденной. Нужно помнить, слушая это, что у старообрядцев за 330 лет не было обличительного гласа, а если таковой в их среде появлялся, он уничтожался, то есть извергался из их среды, доводился до умопомешательства. Их среда не породила за 330 лет после отпадения от полноты церковной ни одного человека, подобно монаху Авелю Иоанну Кронштадтскому. Двенадцать вопросов к старообрядцам, не разрешив которые, они не имеют права нападать на православных или звать их к себе. Честный человек не может звать на худшее. Первый вопрос. Кто дал право старообрядцам нарушать первое апостольское правило? Епископа допоставляют два или три епископа. Это правило было нарушено при самом образовании старообрядчества Белокринитской иерархии церкви. 29 октября 1846 года был принят, присоединен митрополитом в России от греческой церкви. 6 января 1847 года он единолично хиротонисал воепископа Маеносского Кирилла Киприана. И далее не единожды, уже вовсе без нужды, единолично рукополагаются и ныне, как епископ канадский Михаил Семенов. Первое апостольское правило. Второй вопрос. Почему с таким упорством нарушают правила 14 и 15 6 Вселенского Собора? Рукополагают в дьяконы и в апресвятеры ранее уреченного возраста. В попы до 30 лет. Смотри 100 главы и собор, главы 25, 80, 89 и постоянно нарушают сотни других правил соборов вселенских, поместных и святых отцов. Торговля в храме, женщины в алтаре крестят без катехизации, неподготовленными венчают безбожников и при том при нескольких живых женах. Официальное многоженство по подобию старообрядца Иоанна Васильевича Грозного. Четыре жены, только венчанных с ним, не запрещают служение священников пьяниц, не отлучают мирян запойцев, простят все без эпитемии настоящей многолетнего отлучения. Главное у них, только бы известно было, что с никонианами не молился. Третье. Почему разрешают ложь во спасение, мотивируя это в псалом 32.17 в славянском пореводе? Ложь – конь во спасение. Допускают страшные клеветы на истинно святых божьих, канонизированных после расколов 1665 года, говоря, например, что Иоанна Кронштадтского отлучали несколько раз от церкви, а Серафим Саровский умер от дыма, когда от его папироса загорелась у него в келье, и другие небылицы безбожные и гнусные. Четвертый вопрос. Нелепицы. Другие нелепицы. Еще раз. Другие нелепицы, ты против того, где были лица. А, другие нелепицы, да. Ну, смысл один и тот же, благодарю. Еще перечитаю, значит, когда от его папиросы от Серафима Саровского загорелась у него в келье и другие нелепицы безбожные и гнусные. То есть, обманывают. Так ли вещи. Четвертое. Зазирая синодальный перевод Библии 1876 года с написанием имени Спасителя с двумя буквами И и Иисус, сами за 330 лет не сделали перевода ни Библии, ни жития святых, ни правил соборов, ни творения святых отцов, где могли бы имя Христа писать с одной И. Иисус, Иисус, Иерусалим, Еремия, Ерихон, все годы обвиняли православных. Они, где исказили в свою пользу все книги переводами, с двумя И нельзя читать, но сами с одной И не издали. Народ остался при ложь конь во спасение. 6. Почему за 330 лет из своей среды Россия, Австрия, Румыния, Австралия, Канада и другие страны не родили ни одного пророческого гласа, ни одного обличительного звука? 6. Если же подобное зарождается, то оно непременно изничтожалось. 7. Отторжение и трагическая гибель, как и епископа Михаила. 7. Смотри старообрядческий календарь за 1966 год. 8. Отец Павел Морозов, Устинов, Алексей Иванович, Долгов Андрей Феодотович и другие. 8. Без отличительного же гласа, без самокритики, все в застое, затхлое болото. 9. У старообрядцев немыслимо, чтобы их митрополит Олимпий сказал о стольких недостатках своей пасты, о иерархии и церкви, сколько сказал на епархиальном собрании патриарх Алексий II. 9. Речь патриарха говорит о возможности оживотворения московской патриархии. 10. Где пребывала церковь Христова 180 лет, с 1666 до 1846 года, если по мнению старообрядцев вся иерархия во всем мире в это время, до принятия митрополита Авросия, отступила от истины и была безблагодатна? 10. Может ли вся Вселенская Церковь вдовствовать быть без трехчинной иерархии епископ-пресвитер-дьякон к ряду 180 лет? 11. Евангелие от Матфея 28-20. 11. Се я с вами во все дни до скончания века. 12. Восьмое. В чем отличие догмата от обряда? 13. Столько догматов, сколько догматов в церкви? 14. Имеет ли церковь власть изменить обряды, молитвы, литургию догматы? 15. Девятое. Почему старообрядцы белокраницкой иерархии не занимаются нигде во всем мире миссионерством? 15. Нет у них радиостанции, ни своих телеканалов, киностудий. 16. Почему все в такой оскотенелости, закоченелое невидение проблем современных у себя? 16. Лежало оно до нас тысячи лет, лежи и далее. 17. Девятое. Почему у старообрядцев нет ни желания, ни согласия соединиться с древнеправославными, новозыбскими христианами? 17. Явный дух разделения, осуждения. При любой встрече, беседе вот уже 330 лет, все разговорах упирается в Никона, в Алексея Михайловича, в печати антихриста. 18. В своей литературе и в разговорах считают ли старообрядцы все христиан в мире, все автокефальные православные церкви еретическими и с какого момента? 18. Если ересь, то как сохранилась благодать священству в митрополитовом Росе? 18. Кто гнал старообрядцев? Церковь или государство? 19. Были ли у синодальной церкви в России антиквизиторские суды, конгрегации, подобные католическим? 20. Как они расценивают призывы протопопа Аввакума расправляться с новообрядческими попами? 21. Замани попа к себе, чтобы тот обрушился в яму, заранее приготовленную, с колями, заостренными сверху. 22. Просил власти себе у царя Алексея Михайловича для расправы с никонианами, дай мне власть, я их всех перепластаю. 23. Случись в быте Аввакуму победителем, были бы гонения на новообрядцев, репрессии, подобные как при Иване Грозном старообрядцев. 24. Захватив власть София, сестра Петра I, не случилось бы еще что хуже. 25. Старообрядец Емельян Кугачев раскрыл свой талант в виселицах. 26. Гнев старообрядцев непрерывно вырывается в злобе за указку уставщиков в разделениях. 26. Гнев старообрядцев непрерывно вырывается в борьбе за указку уставщиков в разделениях. 26. Только без поповских толков в России 48. Совершенно не могут терпеть друг друга. 27. Трезвые и пьяные драки, избиение жен, священников и даже избиение епископа своими клерошанами и ревнителями. 27. Случай в городе Новосибирске с епископом Силуяном Силиным позорнейшая страница. 28. Беседы только о страхе Божьем. 29. О наказании совершенно неизвестен Бог любви и примирения. 29. Смотри старообрядческая мысль за 1914 год статьи Зенина Муравлевского, епископа Михаила и другое. 30. Христос есть путь истина и жизнь. 31. Евангелие от Ана, 14 глава, 6 стих. 31. У одних, как у сектантов, есть жизнь, но нет истины. 32. У старообрядцев есть истина, но нет настоящей духовной жизни. 33. В истинном же православии есть и истина, и жизнь. 34. Потому и рождаются, подобные Игнатию Бринчанинову, Иоанну Кронштадтскому, Феофану Затворнику, 35. Обстинским старцам, такие апостолы, как Иннокентий Вениаминов, просветитель северных народов, 36. Николай Японский, Касаткин, Герман Аляскинский, Иоанн Шанхайский, Максимович, Иоанн Тобольский. 35. Все эти святые, по мнению старообрядцев, есть погибающие еретики. 36. Ответив без раздражения, без обиды на эти вопросы, старообрядцы... 37. Не погибающие, погибшие еретики. 38. Все эти святые, по мнению старообрядцев, есть погибшие еретики. 39. Благодарю. Ответив без раздражения, без обиды на эти вопросы, стареобрядцы вполне могли бы заняться собой. И силен Бог, оживотворяющий мертвых. Тогда эта истинная церковь Христа явила бы пример чистоты разума, страха и любви. По совести, зная все эти беды в своей церкви и ничего не делая 330 лет для исправления этого положения, стареобрядцы должны бы заботиться в слезах, в пепле и праве. О своей участи и молчать вовеки веком.